Шалом, мои дорогие друзья! С вами Равин Каплан и мы сегодня поговорим о недельной главе Торы Вайкра. В ней говорится о законах жертвоприношений. Всевышний призывает Моше и Шатра собрания и сообщает ему законы карбонот животных и хлебных жертв, приносимых в святилище, что включало следующее. Жертва Вознесения Оля целиком, возносимая Богу, полностью сжигаемая на жертвеннике. Пять видов хлебных даров Минха, приготовленных из тонкой муки, оливкового масла и ладана. Мирные жертвы шламим, чье мясо съедалось людьми, приносившими их после того, как определенные части жертв воскурялись на жертвенники, а некоторые отдавались священникам. Различные виды грехоочистительных жертв, хатат, приносимых во искупление грехов, совершаемых по ошибке первосвященникам, например, всей общиной, царем или обычным человеком. Повинные жертвы ашам, приносимые теми, кто присвоил посвященное имущество, кто сомневается, не нарушил ли он один из запретов Всевышнего, или кто изменил Всевышнему, обманув ближнего, поклявшись ложной клятвой. Итак, Тора учит нас, когда речь идет о жертвах, то каждый человек не обязан приносить одну и ту же жертву, богатый. Человек должен принести быка, овцу или козу. Человек со средним достатком может принести в качестве жертвы птицу, горлицу или голубя. А тому, кто беден, достаточно принести немного муки, масла и ладана в качестве жертвы. Это не только означает, что Всевышний принимает такую жертву наравне с жертвой богатых, но даже наоборот, для Всевышнего она более цена, дорогие друзья. Раши в своем комментарии на стих «И душа, когда принесет» в Айкра 2.1 говорит, «Применительно ко всем доброходным жертвам не сказано душа, но только применительно к хлебному приношению». Кто обычно доставляет в качестве доброходной жертвы хлебное приношение, дорогие друзья? Конечно же, неимущий. Сказал Всевышний, благословен он. Я зачту это ему, как если бы он принес в жертву свою душу. Поскольку бедняк берет для жертвоприношения часть хлеба насущного своего и своих детей, творец считает, что он пожертвовал жизнью своей души. Сегодня, дорогие друзья, у нас, к сожалению, нету храма. Но наши мудрецы говорят, молитва вместо жертвоприношения она. Талмуд, трактат, брахот 26b. И так же, как у жертвы есть три уровня, так же и у молитвы есть три уровня. В книге Тихилим, Псалмы мы находим главы, начинающиеся со слов молитва Моше или молитва Давида, а так же со слов молитва Бедняка. Моше, Давид и Бедняк обозначают три уровня молитвы. Молитва Моше – это молитва богатых духовно. Моше – это тот, кто подарил нам Тору, называемую Тора Моше. Его молитва символизирует человека, который изучает Тору и соблюдает ее заповеди духовно богат и пребывает в согласии с самим собой. Молитва Давида – это молитва среднего человека. Давида называют сладкоголосый Псалма-певец Израиля. Он символизирует содержание молитвы. Он написал книгу Тихилим, которая стала первым молитвенником, дорогие друзья, народа Израиля. Его молитва символизирует человека, который не очень силен в познании Торы, но он знает, как молиться и молиться с кованой, то есть правильной направленностью мысли и сердца. Он не настолько богат духовно, как Мушер Абейну. Он в середине. Затем следует молитва бедняка, духовного бедняка. Он тот самый, который никогда не учился молиться. И тот, когда он приходит в синагогу в Йом-Кипур, он только стоит там вместе со всеми молящимися. Но на самом деле молитву не читает. Постоянную жертву приносили два раза в день. Рано утром, перед всеми остальными жертвами и вечером после всех других. При этом, как уже мы говорили, она называется постоянной. Наша жизнь, дорогие друзья, складывается из бытовых проблем, будничных забот, и не всегда в ней можно ощутить божественную святость. Более того, человеческая природа может помещать духовному или помешать духовному восприятию, заставить свернуть с верной дороги поступить вопреки воле Всевышнего. Поэтому в начале каждого дня, еще до того, как человек успел войти в будничную жизнь, он должен принести постоянную жертву. Наш закон предписывает нам, как только мы открываем глаза, произнести короткую молитву Мойды Ани. Благодарю тебя, Владыка Живой и Вечный, за то, что ты по милости своей возвратил мне душу мою. Велика моя вера в тебя. Этой молитвой мы признаем власть хозяина мира, необходимость выполнять его волю. Это и есть наша постоянная жертва. Несколько слов, оказывающих влияние на весь день, на все дела и поступки человека в наступившем дне и почувствовать близость ко Всевышнему. Этим, дорогие друзья, нам жертвоприношение и молитва. Этого и нам всем и желаю. Браха вацлаха, много сил, мира во всем мире. Шалом, ваш Равин Каплан.